Участковый инспектор полиции. Из всей системы власти он ближе всех к людям. Если что-то случается, обращаются к нему. Ежеквартально участковые отчитываются перед населением о своей работе. Спектр их обязанностей достаточно велик, но в первую очередь им приходится заниматься правонарушениями имущественного характера, среди которых самыми частыми являются кражи детских колясок, велосипедов, самокатов. Зачастую это происходит из-за того, что граждане сами нарушают, ну не нарушают, как бы, оставляют свое имущество без присмотра, не пристегивают замками, то есть не соблюдают безопасность. Участковым приходится заниматься и случаями мошенничества, нередко совершаемыми, что особенно болезненно в отношении несовершеннолетних и людей пожилого возраста. Преступники стараются под любым предлогом завладеть имуществом, представляясь социальными работниками, представителями военкомата, ЖКХ, здравоохранения. При этом данный вид преступлений совершается как в жилищах граждан, так и на улицах. Вводя в заблуждение, правонарушители предлагают дозрительно дешевые товары, продукты питания, бесплатные путевки, обменять деньги. Откуда не знают адреса вот этих людей, которые одинокие? В любом случае, когда такие происходят случаи, вы звоните мне, участковому, либо в отдел полиции. Во время отчетов участковые еще раз проинформировали граждан о самом злободневном. Достаточно много говорили о необходимости соблюдать простые меры безопасности. Установить на дверь глазок, лучше с функцией сохранения видеозаписи. Поставить квартиру на систему охраны, да и просто не открывать дверь, если не знаешь, кто за ней стоит. Участковые нередко занимаются и тем, что, казалось бы, не совсем входят в их сферу деятельности. Вот и на отчетах им приходилось отвечать на достаточно неожиданные вопросы. К примеру, почему ход домофона известен всем. Мы три года, мы не новенькие. У нас же дом три года стоит. Я понимаю. Ну и вот, а зачем нам этот ход? До сих пор у вас действует этот ход? А? До сих пор у вас действует этот ход? Да. Но это надо в управляющую компанию сходить и разобраться. Если людям что-то не нравится или какие-то у них вопросы, даже если, может быть, не по линии МВД, они обращаются, мы помогаем и решаем эти вопросы. Помощь граждан требуется всегда, потому что без граждан нам сложно одним раскрыть преступление. Они постоянно находятся дома, постоянно находятся на улице, видят, что происходит вокруг, то, что мы не можем увидеть. И сообщают об этом, мы уже принимаем меры.